Доброе утро! Доброе утро! Утро красит нежно. Даже Хейфице доброе утро, хотя он и страшный человек. Я очень зол сегодня. А он всегда зол. Хотя бы было одно утро, чтобы он был добр. Нет, я сегодня в бандане, это страшный признак. Ты террорист, я понимаю. Нет, ты хулиган. Ты хулиган. Хулиган, да. А теперь то, за чем мы собрались. Приятного выпуска. Собственно говоря, у нас сегодня опять цитата. И опять мы попросим зачитать его нашего диктора, товарища Орлова. Да. Была когда-то такая полезная практика – имущественный ценз. То есть, к выборам в депутаты парламента или к участию в референдуме допускались только те, кто обладает имуществом и денежными средствами определенного объема. Кошмар какой. Это правильная и трезвая практика. Почему вопросы, связанные с управлением государством, должны решать те, кто не участвует в его хозяйственной жизни. Пустили вы, например, бомжа к себе домой погреться, а он вам говорит – сегодня лагман не готовить, сегодня мы едим доширак. Только тот, кому есть что терять, который обладает чем-то, должен участвовать в управлении государством. В качестве побочного эффекта это придет к некоторым повышениям уровня прозрачности экономики. У населения будет небольшой стимул отожать реальные доходы к декларации. Как показывают и показывают ведущие и отличные юристы, есть и второй путь к эффективности выборной системы. Избирательным правом не должны обладать госслужащие и их семьи. Естественно, любой государственный служащий прямо заинтересован в том, чтобы существующий порядок управления сохранялся, так как он на него работает, зависит от него и получает деньги. И семья его тоже. То есть любой чиновник заинтересован в сохранении действующей власти, хороша она или нет. Поэтому следует лишать права голосовать чиновник, госслужащих, любых лиц, которые получают деньги из бюджета за свою работу. Остается небольшая группа людей. Сначала ты можешь испугать. Как же нас немного, всего 15-20 миллионов, будут управлять страной? В этом нет ничего страшного. А благо. Представьте себе, если вашу квартиру будут ремонтировать 70 неумеющих человек. Что лучше, 70 таких или 10 умеющих? Больше? Очевидно. Ну, собственно говоря, это была цитата, и мы опять уже не первый раз цитировали. Подскажите, я. Это была цитата из ЖЖ, из блога Лопатина. Вот мы уже второй раз его цитировали. Думаю, что будем иногда обращаться. Я не рекламировал блог, он очень странный и не для маленьких. Но мысли, которые иногда он там пишет, довольно-таки интересны и к прочтению, и к обсуждению, собственно говоря, чего мы сегодня попытаемся сделать. Нам цитата эта, и там еще будет вторая дальше, понравилась всем троим с разной степени, как сказать, красоты, что ли, для каждого внутренней. Ну да. Да. Каждой нашей внутренней гнилости, что ли. Да. Давай. А чего? Нет, минуточку. Он сейчас скажет, опять же говорить нечего. Нет. Проговорит об этом два часа. Да. Дело в том, что я не совсем понимаю, что господин Лопатин хочет. Он хочет усовершенствовать систему наших выборов. Я правильно понимаю? Он размышляет. Нет, нет. Речь о том, как ты к этому относишься. К тому. Как ты полагаешь? Нет. Эта идея имеет смысл? В России нет. Не имеет. А вообще? А вообще не знаю, потому что я нигде, кроме России, не жил. Плохой ты человек. Безусловно. Плохой ты человек. Правда, друзья мои. Корька. Имеется в виду следующее. Как ты оцениваешь саму идею? Неприменительно к месту. Справедлива она? Несправедлива? Вот о чем речь. Понятно, что в России этого нет и не будет. И вообще ничего не будет. В хорошем смысле. Но, но, но. А. Идея несправедлива. Потому что она устанавливает данность, которая давным-давно в ней этой идеи установилась сама собой. Значит, огромное количество людей не ходит голосовать. Да почти никто не ходит, я бы сказал. Я, нет. Я не знаю. Вот мне просто интересно. Вот скажем, в Соединенных Штатах Америки ходят голосовать? Я не знаю. Ходят. Да? На жду краи не ходят. На жду краи не ходят. А на нашей Родине благословенной, по-моему, никто не ходит голосовать, кроме людей. Мы знаем, как республик. Нет. Почему? Кроме людей, которые помнят и любят Сталину. Вот единственные люди в нашей стране. Порядок как таковой. Так как они его понимают. Ну, хорошо. Пусть так. Да. Которые любят порядок как таковой. Россия голосует пенсионерами. Знаешь. Поэтому лишай ты имущественного ценза. Не лишай. Лишай ты чиновника. Чиновники в России голосовали и будут голосовать всегда. Это их обязанность. Чиновник, который не проголосовал за правящую власть, немедленно этой властью подвергается астракизму. Что значит лишить чиновника права голосовать? Значит, выбить из-под механизма голосования его основной электорат. Кто пойдет голосовать в России, если чиновников лишит права голосовать? Андрюш, ты считаешь, что мы должны говорить об этом примитивно к России или вообще об идее? Поясни. Ну как, ребят, подождите. Как вообще об идее? Подождите. Ну зачем это? Лопатин же живет не в Гонололу. Да. Как ни странно. Он живет здесь. Ну как мы можем с вами предлагать американским избирателям лишить американских чиновников права голосовать? Даже так жив всем не можем. Даже так жив всем не можем. Вот именно. Это вообще их дело. Давайте говорить о нашем доме. Вот я по-другому. Я слова господину Лопатина понял так. Его волнует ублюдочность нашего голосования. Ну да. И он хочет привести его, это голосование, к какому-то человеческому виду. Я говорю, это невозможно. Ну это очевидно, что в России это невозможно. Невозможно. Поэтому нет. Можно все что угодно предлагать. Ни одно из этих предложений разумности не лишено. Действительно, если ты нищий гол, действительно, ты совершенно безответственное существо. Подожди, вы слушали меня. Как может государство брать твой голос в качестве основы существования, если ты придурок и бездельник? А если? Что если? То есть нищий гол обязательно придурок и бездельник? Если ты не инвалид, да. Нет, нет. Секундочку. А как иначе-то? Юра, секундочку. Есть люди. Да. Их, в общем, немного, но они есть. Да. На мой взгляд, крайне достойные. Но при этом... Кто это? Но при этом они совершенно лишены тяги. Подожди. Почему тут тяга? Я говорю, ты нищий гол. Нет. У тебя нищий гол. Ну как? Ну что? Если ты не будешь... У тебя низкий уровень достатков. Да? Ты зарабатываешь ниже, там, на уровне прожительственного минимума. Я утверждаю, что если ты так поступаешь... Просто есть люди, которых устраивает эта жизнь, но которые являются при этом крайне достойными. Нет. Подожди. И этим законопроектом. Это идеи. Нет таких людей. Нет таких людей. Ты берешь сейчас советскую эпоху, когда люди работали кладбищенскими сторожами, являясь при этом гениальными писателями. Сейчас есть такие... Нет таких людей. То есть хифится нет? Абсолютно. У нас это хифится. Нет. Он даже не относится. Я достойно зарабатываю. Он не относится. Абсолютно. Но я, наверное, людей, которые продолжают жить профессионально. Значит, они бездельники. Нет. Я могу сказать, что они бездельники. Хорошо. А я могу. Нет. Есть, конечно, исключения. Оскорбил моих друзей. Ничего страшного. В каждой стране есть диагены. Ничего не сделал. Только хорошо. Какое-то количество диагенов. Да. Живет человек в глиняной бочке. Но я не могу. Нет. Не настолько радикально. Вот именно. Это исключение. Я еще раз говорю, что если ты нищенствуешь, у тебя ничего нет, то ты либо больной человек, тогда тебе должно государство помогать, безусловно. Либо ты придурок и бездельник. Не хочешь ты работать. Не хочешь. Ну, я бы, наверное, все-таки поставил точки по-другому. Потому что... А как? Погоди, Юр. Я не об этом. А я об этом. Подожди, Андрюша. А я об этом. Почему государству голос его нужен? Потому что этот человек что-то из себя представляет. Что? И не факт, что на сегодняшний день в существующей ситуации данный человек может позволить себе заработать. Вот. Потому что... Хочет заработать. То и значит, что, предположим, человек, работающий в театре, еще и в региональном театре, ни черта не может себе позволить заработать. Раз. Минуточку. Так это не тот человек, о котором мы говорим. Погодите. А у него? Я говорю именно о этих людях. Я не знаю, о ком ты говоришь. Ты говоришь о маргиналах. Ты говоришь о маргиналах. А что о них говорите? Я тоже не по о чем о них говорите. Я понимаю так, что господин Лопатин против того, чтобы маргиналы голосовали. Потому что он полагает, что маргинал... В смысле? Ну, кто будет решать, кто маргинал? Кто определит этот уровень достатка? Для многих ты маргинал, поверь мне. Это да. Значит... А зайдя в твой Facebook, скажет, что это вообще надо лишить всего, включая кастрацию делать. Значит, этот уровень, Андрюш, я согласен, этот уровень каждое общество устанавливает само для себя. Есть то, что называется прожиточным минимумом. Есть то, что называется имущественным цензом. Есть то, что называется местом работы. Есть то, что называется социальным образом поведения. Эти критерии есть, они всем видны и ясны. И когда мы видим на вокзале бомжа, или когда мы видим вот около моего дома шатаются целыми днями, около одного и того же магазина, группа постоянно пьяных лиц. Да. Они нигде не работают, ничего не делают. Они не симпатичны. Одного из них я знаю, он живет в коммунальной квартире. Да? Никто не знает, чем он питается. Но он отравляет жизнь всему подъезду. И сделать с ним ничего нельзя. Так. Вот я беру эту центровую фигуру за некий образец. И говорю ему, зачем государству его голос? Отвечаю, не зачем. Но господин Лопатин забывает, что эти люди сами себя давно исключили из процесса голосования. Это другое дело. У них есть такое право? Или стоит его лишить? Нет. Лишать никого ничего нельзя. Мы приходим к фашизму, увы. Это невозможная история. Я боюсь, что им не надо это ничего просто. Они, конечно, не надо. Они сами не ходят голосовать. Это их выбор. У них должен быть выбор. Теперь второе. Если мы лишаем их выбора, это никуда не годится. Теперь второе. Кого он предлагает там еще лишить? Продолжаем? Нет. Тут читать уже все закончили. Я нет. Я не считаю. Я почему не говорю? Чего бежать? Кто дальше? Я просто... Нет. А, собственно говоря, что тут говорить-то? Юра уже, собственно говоря, поставил некоторые точки для меня странные. Вот. И зачем-то приравняв, предположим, деятелей культуры, там, не знаю, там, некоторых видов писателей, там, всех художников, некоммерческих художников, да, то есть, приравняв их почему-то к бомжам-алкоголям. Они не бомжи-алкоголики. Они зарабатывают на жизнь. Они никому ничего плохого не делают. Ни хрена они зарабатывают. Зачем ты так говоришь? Ну, потому что так и есть. Ну, они что-то едят. Потому что я отличаю тебя не только в Москве. Ну, подожди. Ну, они что-то едят? Нет. Ну, они что-то едят? Ну, то, что они едят и то, что они зарабатывают... Вы хотите сказать, что таких людей, которые бедствуют и производят при этом великие культурные ценности, их в России значимое число? Я думаю, что их добрая половина. Господин Абатин вот о чем пишет. Только те, кто обладает имуществом и денежными средствами определенного объема. Определенного объема. Очень ясно сказано. Не ведет жизнь, граничащая с... А обладает средствами определенного объема. Мы никогда, будучи цивилизованными людьми, не сможем определить этот объем определенный. Это называется фашизм, совершенно верно, на котором ты управляешь. Поэтому именно с этой точки зрения эта идея, увы, не канает. Не канает. На мой взгляд. Вот и все. Право должно быть у всех. Воспользуется человек, не воспользуется его личное дело. Нравится тебе или не нравится, это твоя беда и проблема. Вот он пришел плохо пахнущий голосовать, и ему так захотелось в этот момент. Я просто можно одну ремарку? Иными словами, ты сейчас меня совершенно потряс. Ты хочешь сказать, что Россия страна творцов, что ли? Я не хочу сказать, что Россия страна творцов. Я хочу сказать, что их довольно-таки много, кстати. В том числе и в регионах. Я прошу прощения. Я отстал от жизни тогда. Наверняка. Ты просто слишком давно живешь в Москве и не выходишь максимум на дачу. Очевидно. Их очень много по регионам. Люди, которые довольно-таки талантливые и интересные. И они не очень много зарабатывают. Это правда. Их очень много. Ну хорошо. Но они не являются асоциальными элементами. А где тут слово асоциальные элементы? Мы пошли по второму кругу. Да, по 10-м. Он с бомжами глубоко залез, поэтому сегодня бомж на ботинок плюнул. Я на машине езжу по Москве. Да они тебя на машину плюнули, я понял. Или поставили на машину. Окей. Не заметил. Да. И единственное, что вещь, о которой мы сегодня как бы тут вот о нас совершенно не в теме, но о которой мы странно затронули, именно то, самое-то основное, что не решая людей, они просто сами не очень-то хотят идти на выборы. Естественно, не асоциальные. Да, не асоциальные. Да нет. Чего их решать? Вообще никто не хочет идти в общем историю. Да. Это маленькая другая тема, но просто еще буквально каких-нибудь лет, наверное, 10-15 назад люди без всяких пирожков, без заманивания водки шли туда и выбирали людей тоже без всякого имущественного ценза. То есть и туда мог попасть человек с любым имущественным цензом, то есть в депутаты, так сказать. Разные люди, просто многих я лично знал, которые были, ну, более чем не обеспечены. Вот. Сейчас далеко они уже не у власти, эти люди, которые когда-то были на серьезных, в принципе, постах. Вот. И те, кто шел голосовать, это были и бабушки, и пионеры, и пенсионеры, и кто угодно. Вот. Суть-то в чем, наверное, никакой особенной цензии не нужен. Нужно просто отбить желание. Вот. Чтобы человек потерял смысл. Вот. Тогда никакой цензии не нужен. То есть, иначе говоря, сделать страну несвободной. Ну, свободной, несвободной. В несвободной стране взрослый человек, видя, что происходит, понимает, что у него нет никакого смысла играть в эту игру. Никакого. Может развиться совсем другая тема, но просто действительно, видя некую бессмысленность. Кстати, очень, опять же, еще уже уклонение от уклонения. Недавно показались интересный сюжет по украинских депутатам. Там один депутат поставил интересный эксперимент. Он улетел по своим делам и забрал с собой вот этот голосовальный свой талончик. Я не помню, как он называется, которым они голосуют. И он, как в фильме «Амели» в каждой стране показывал его, говорится, на фотографии, на видео, что он находится здесь. И в это время его талончиком продолжалось голосование в Украинской думе. Мне кажется, это для России тоже очень характерно такое вот. То есть в нормальной стране этого не было. А если бы случился, то это был колоссальный скандал. Колоссальный. Я не беру. Пускай Украина сама разбирается с этим вопросом. Ну, дело не название страны. Я просто почему говорю, что суть заключается в том, что это просто именно некий критерий, почему многие просто, ну, расхотели ходить на выборы, да. Просто потеряли какой-то смысл в том, что у них вот есть желание, да, пускай проголосовать даже за Медведева, даже за Путина, неважно. Но они хотят это сделать сами. Вот в чем дело. Вот. И именно в этом, собственно говоря, проблема. А не в каком-то даже там цензии там возрастном, имущественном. Ну, скоро же это все кончится, скоро голосование будет на дому, по компьютеру. Ну, кстати, тоже хороший вариант через интернет. Да? И все? Ну, это была первая часть. Я так немножко уклонился. А что там еще голосовать? Да. Там интересно вообще было, да, что стараться. Там не голосовать уже. Голосовать? Там не совать. Голосовать? Это уже правильно. Тоже господин Лопатин предлагает еще более экстремальные. Так. Делает экстремальные предложения. Человек. А, понял. В идеальном случае, считает автор этого поста, неплохо бы и женщин исключить из списка голосующих. Вот. Я всегда этого ждал. Но это уже вряд ли возможно, считает господин Лопатин. Тысячи лет женщины не решали такие вопросы. Почему? Ответ очевиден. Гормональный фон. Любой трезамыслищий человек скажет вам, что женщина, как класс, существо глупое. Но я не говорю, что женщина заведомо глупее мужчины. Секундочку. Да, мы. Да, мы. Есть женщины намного умней. Есть женщины все-таки. В экран полетели яйца, сковородки, сковородки. Но в массе глупые. Они думают сердцем, как принято говорить в публицистике. А скорее чем-то другим, как корца. Да. Примеров женской глупости каждый из нас знает много. Да. Но последние сто лет женщинам дали право голоса. Да. С чем это связано? Это напрямую связано с развитием средств коммуникации. Если ранее коммуникации не были развиты, но женщины не допускались к участию управления. Ни коммуникации. У них определенные физиологические... Параметры. Параметры. Не пути. Настроение меняется шесть раз в день. И прочее, прочее. Но как только возникла возможность радио, телевидения, интернета и просто массовой и быстрой доставки центральных газет по всей стране, власть поняла, что женщинам нужно дать голос, так как ими управлять легко. Появляется какой-то кандидат бездарный, ничего не умеющий. Закомплексованный человек. Женщина смотрит на него. Ой, какой хороший семьянин. Жену не бьет. Много не пьет. И, пожалуй, бездарный становится главой парламент. Пожалуйста. Бездарный становится главой парламент, например. Им же нет разницы женщинам, что он ничего не умеет. Им сердце подсказывает. Вот такой тезис. Нет. Я сам своими ушами слышал, когда выбрали Владимира Владимировича какой-то раз очередной президентом нашей страны. Двенадцатый? Я не помню какой. Я не слежу за этим вообще. Я тоже. Как только он пришел, я перестал следить, мне стало все ясно. Я понял, что он никак не уйдет. Прозорливый. Да, Господи. Я слава тебе, Господи, как друга знаю хорошо. И? Да. И там какая-то женщина ведет какой-то опрос, какой-то канал в каком-то городе, какой-то опрос. И спрашивает какую-то даму на выходе из избирательного человека. За кого? Она говорит, я, конечно, за Владимира Владимировича. А почему? Вы знаете, у него такая сексуальная походка. И вот этот ответ... Прекрасный. Да. Причем это не было юмором. Это не было юмором. Да. И этот ответ, он, собственно, совершенно... Я... Ну, опять же, господин Лопатин для меня как бы, во-первых, открывает Америку. Я всегда знал, что женщины голосуют... Да, собственно, не только женщины. Очень многие мужчины голосуют совсем не головой. Абсолютно иным местом. Вот. А во-вторых, ну, это опять же невозможно. Совершенно решить. Узять и лишить женщин права голосования. Да. Вот. А то, что истерия правит нами, это стопроцентный факт. В этом смысле тут даже и в баню не ходить. Да. Ну, что еще сказать-то? В баню ходить точно не надо. Да. Вот. Он что-то хочет давать, что-то схватился за бумажкой. Да. Ну, я, собственно говоря, если вообще эту тему как таковую развить, то, получается, не допускать ведь не только голосование надо, а никуда, потому что эта тема как бы глубже. То есть, обратно, скажем так, вот туда же, откуда. Я вообще предлагаю не так ставить вопрос. Я предлагаю всех всегда и всюду ко всему допускать. Во. Но сделать этот процесс совершенно формально. Я поясню свою. Собственно, на мой взгляд, так оно уже есть. Я поясню свою мысль. Если человек нажимает красную кнопку и в течение какого-то обозримого промежутка времени, после этого, что-то происходит, то возникает старая латинская поговорка «после этого» означает ли вследствие этого. Вот я сижу дома, нажимаю некую красную кнопку и через два дня мне объявляют, что президентом страны стал Пупкин Варлам Адольфович. Стал хифиц. Да. Тоже неплохо. Значит, вопрос у меня. Повлияло ли мое нажатие кнопки на избрание Пупкина Варлам Адольфовича? А чему это отличается от существующих стран? Вот. То есть, смотри. Ты бросаешь бюллетени, тоже не знаешь. Да, совершенно верно. Ну да. То есть, я-то как раз предлагаю, у меня другое предложение. Никому не надо ничего лишать. Этот скандал. Надо как раз всем все разрешить. Просто сделать этот процесс абсолютно и стопроцентно формальным. Но он и есть такой. Я просто не очень понимаю. Нет. Многие же люди думают, что действительно их голос на что-то влияет. Ну, думать-то так и будет, видимо, думать. Ну да. Да. Но я просто государству даю совет. Причем тут люди. Они меня мало интересуют. Я даю государству совет. Вот. Уважаемое государство. Пусть все все делают. Просто пусть никто ни на что не влияет. Это замечательная страна. Прекрасный строй. Называется он тотальная имитация. Оргазма. И оргазма. Вот. Понимаешь, да? Вдумайтесь, господа. Я, между прочим, революционный мысли сейчас родил. Вы как-то не оцениваете. Да нет. Почему? Я еще хочу сказать. Вот пусть. А надо разрешить всем демонстрации. Надо разрешить всем голосовать. Надо разрешить всем референдумы. Пусть люди делают все, что хотят. Но государство при этом должно так организовать свою жизнь, чтобы воля людей на него никак не влияла. Юра. Если. Не дай бог. Ты чувствуешь, а? Прекрасный. Все, что ты перечислил. Да. Боюсь, не получится влияние. Почему? Не получится избежать влияния людей на государство. Почему? Потому что оно будет меняться, если люди будут решить выходить на улицы. Вот ты вышел и говори, требую снятия наклеек тушенка с банки, содержащей сгущенное молоко. А если те, кто вышел, требуют чего другого? Например. Например, смены власти. Так пусть. Что значит пусть? Вот смотри. Так она сменится в конце концов? Нет. Никогда. Объясню. Объясни. Потому что механизм смены власти будет находиться в руках 20 человек. Только они будут знать, на чем власть держится и как ее действительно можно изменить. Юра. Что? Ты знаешь. Подожди, подожди. Так оно ведь и есть. Ты знаешь. Только сейчас. Зачем ты этот скандал? Вот акции 31 числа. Вот зачем это все? Пусть они выходят, кричат и требуют. Нет. Это само собой. Нет. Так пусть выходят все. Пусть, собственно, они уже выходят. Националисты выходят. Да. Выходят. Мусульмане перегородили проспект мира. В день. Ураза. Да? Перегородили. То есть не надо никого ни от чего отстранять. Пусть все думают, что они на что-то влияют. Нет. Просто я думаю, что если. Если. Может быть это не российские варианты всего. Почему? О социальности его. Ну в принципе, если представить себе некое такое государство, по которому говорится. Тотальная имитация. Государство. Тотальная имитация. Если люди будут выходить на улицы. Да. Их требования перейдут в рамку уже других требований. Да. Требования политические в том числе. Эти 20 человек сменятся на другие 20 человек. Ну это те же 20 человек. Ну почему? Я тебе объясню. Ну подожди. Вот была. То есть не важно какие они. Да. Вы мою глубину мысли не хотите понять. Вот была недавно программа «Линия жизни» по каналу «Культура» с блистательным Эдуардом Володарским. Блистательным, да? И он рассказывал эпизод, что они с другом что-то пошли на какую-то демонстрацию и видели на трибуне Горбачева там. То есть людей, которые перестроили все. И друг ему говорит, смотри, они же те же самые. Неужели вы меня не понимаете? То есть люди, причастные к власти, к механизму государствообразования. Все одинаково. Абсолютно. Ну теоретически это так. Более того, сам механизм попадания человека во власть старков, он требует определенных очертаний фигуры. Определенного устройства языка. Определенного устройства зубных протезов. Цвета глаз. Есть некий стереотип. Есть лекала. Есть некие фильеры. Знаешь, там вот ниточка. То есть, значит, система таких узких ходов. Юрий, а тебе не кажется, что твоя идея воплощена, скажем, в странах западных? Конечно. Вот она и есть. Я и подвожу, что государство цивилизованное. В цивилизованное. Оно есть государство тотальной имитацией. То есть, человеку изо всех сил дают понять, что его голос необходим. Ты за кастрацию тыхацких коров с помощью щекотания за ухом? Пожалуйста. Гайдсквер твой. А ты против? На другую сторону гайдсквер. Слушай, я тебя сейчас перебью непольно. В этом плане, на самом деле, советская власть была полностью демократична. Потому что люди свято верили, что они выбирают царя. Да. И они ходили добровольно. Кто же не гонял на эти выборы? Нет. Так у советской власти только одна ошибка была. Только, на мой взгляд, была ошибка одна у советской власти. У нее не было ошибок. Нет. Одна-то была. Одна была. Ну какая? Она игнорировала советы грамотных экономистов. Если бы людям давали жрать чуть-чуть... Ну как бы она не была совета... Ну Юра. Нет. Можно было. Вот можно было. Я совершенно уверяю, что не пострадал бы марксизм и ленинизм, клянусь, если бы мясо в Свердловске давали не два раза в год, а шесть. Потому что он там жил. Например. Люди бы не занимались на кухне ленинизмом. Да. Да. Под одеялом тоже. Совершенно верно. Вот. А других ошибок у нее не было. То есть все свято верили. Нам нет преград ни моря ни на суше. Просто вся фигня в том, что... Нам не страшны... Да ладно. Больше мясо была бы другая эта власть. Она называлась бы другая. Нет. Она называлась бы советской все равно. Перестань. Просто ну... Она могла быть только такой, какая она могла быть. Нет. Не верю. Ну я считаю... Я верю в то, что советская власть не исчерпала до конца свои механизмы. Да. Доксинами. Михаил Сергеевич... Он здесь. Михаил Сергеевич к этому все вел. Социализм с человеческим лицом. Ну да. У него совсем другие были, собственно говоря, идеи. Вот. Абсолютно иллюзионный взгляд. Так вот. Вернемся. Да. Вернемся. Я считаю, что нас отличает от нецивилизованных государств только неумение понять. Ну, цивилизованных... Да. Цивилизованное государство есть государство тотальной имитацией. Пусть человек думает, что он нажимает красную кнопку дома у себя, и вследствие этого президента зовут не Билл, а Килл. Юра, я думаю, что в Европе, в Америке и вообще в свободных странах все-таки, все-таки происходит не так. Очень жаль. Секундочку. И то, о чем ты говоришь, на самом деле, это некий заговор. Я думаю, что этого заговора в реальности, в свободном мире нет. Может быть. На уровне тех процессов, о которых ты говоришь. Я считаю, что он есть. Потому что, да. И я считаю, что вот, например, мировые конфликты, первая мировая война, вторая, и любая другая крупная война, возникают только в том случае, когда между заговорщиками возникают обидные трения. Ну, это вот вопрос... То есть, мы тут не договорились. Да, не договорились. Кого называть заговорщиком? Я тебе скажу, кого называть заговорщиками. Заговорщиками называть ограниченную группу людей, которые вследствие накопления у себя определенного количества материальных средств обладают доступом и способностью к формированию социальных трендов. Материальных средств? Да. Вот человек, который очень богат. Или у него в руках определенная доля стрелитейной промышленности страны. Он, безусловно, и автоматически, причем, подчеркну, хочет он того или нет, получает возможность влиять на жизнь своего государства и других государств. Становясь политиком. Он уже политик. Хочет он или не хочет. Вот есть некая денежная грань. Она в каждой стране своя. Но я подозреваю, что она близка, скажем, к такой цифре... Ну, я подозреваю, что она близка к цифре где-то 500 миллионов долларов. Не в смысле «на-ла». Да. А человек, обладающий полумиллиардом, хочет он или не хочет, является политиком. Знаешь, я хочу к нему присоединиться вот таким хитрым образом. Некоторое время назад был у нас один человек по имени Сергей Пантелимонович. Вот. И он создал некую такую структуру, которая, в принципе, так или иначе, когда государству потом не понравилось, они поняли, что слишком много власти, и человек может, наверное, что-то сделать, да? Вот. Они просто его сковырнули, показав на него пальцем. Самое интересное, долгое время были демонстрации. Не те, которые нам сейчас говорят, что типа он козёл и всё остальное, а с поддержку. Выпустите, дайте ему реализовать то, что он обещал. Потом появился другой человек, который начал финансировать институты, который начал финансировать чьё, и что-то слишком тоже завоняло политикой, хотя вроде бы ничего не предвещало. Да. Поэтому человек чьёт тапочки. Да. Поэтому, в принципе, в том, что сейчас есть определённая, непределённая, даже, наверное, очень большая логика, и именно поэтому, когда чувствуется конкурент, конкурент устраняется сразу же, чтобы просто не мешался под ногами, чтобы не проводил то, о чём... Тот человек, которому и начинается консолидироваться власть, не находясь при этом где-то... Власти кажется, что эти люди... Она не кажется, на самом деле так, и поэтому они устраняются. Вот я призываю всех к миру. Я хочу, вот я хочу, да, я считаю, что вот люди, обладающие значительными материальными средствами, способностью к их производству и концентрации, да, и оставались причастными к тому, что называется политика, и я просто хочу, чтобы они никогда не ссорились между собою, первое. Ну, это невозможно. Хорошо, по крупным вопросам. Ну, по крупным. Меня, в конце концов, устраивают периодические локальные конфликты на границе Анарчет-Орбиты, Юпитера и Малого пояса Сатурна. Ну, да. Ну, не надо вот этого тотального... Не надо того, что в Каире сейчас было. Вот этого не надо. Ну, не надо, кто же за это. А вот я скажу, кто за. За те, кто никак не могут договориться внутри себя, поступиться какими-то интересами и достичь компромисса. Это выдает их низкий культурный уровень и непонимание объема глобальных задач на ящик перед ними. Вот я выступаю за то, чтобы они, а, не ссорились по-крупному, и самое главное, б, не надо никому ничего запрещать. Надо всем все разрешать. Прекрасно. Надо всем все разрешать, формируя у людей абсолютную убежденность в том, что они таки да причастны к событиям мирового значения. Я только что перевел его, скажем так, какой-то глобальный политический язык, я могу перевести на бытовой. Есть такая определенная семейная политика и традиция у умных мужчин, которая дает возможность создать иллюзию женщины, что она правит семьей. Что она шея. Что она диктует условия. Которые поворачивают. Да, да, да. Вот просто не спорит, но делает то, что надо. Я, чтобы закончить, приведу ярчайший пример. Можно? И наоборот, и наоборот. Я недавно прочел великолепный рассказ Марка Кабакова. Марк же его зовут? Или Александр Кабакова? Извини, Александр Кабакова. Но зачем ты его Марком назвал? Потому что мне все кажется, что все люди евреи вокруг. Я знаю, что я ошибаюсь, но мне очень сильно... Ну, с ним это случилось, кстати. Да, да. Очень здорово. Я все-таки думаю, что все люди евреи... О, Господи. Я могу доказать, что пропаганда... Могу доказать. Мне кажется, что все люди евреи... Это вот так делается. Какая разница? Все люди евреи... Надо его стукнуть. Надо его стукнуть. Да. Так вот, он написал рассказ о своем отце. Да. Да? И он пишет, что... Абрам Кабаков. Абрам Кабаков. И я всегда возмущался... Отец ему. А? Да. Значит, Александр пишет, я всегда возмущался его ужасной покорностью матери. Он во всем подчинялся матери. И я помню, говорит, мы с ним идем по улице, и я ему говорю, папа, ну как тебе не стыдно? Ну зачем ты моешь полы? Ха-ха-ха. Ну вот она требует на тебя, кричит, чтобы ты мыл полы. Зачем ты моешь полы? И он молчит. Я, пишет Александр Кабаков, посмотрел на него и увидел на его лице, внимание, презрительную усмешку. Еще Греб тоже. И я, говорит Александр Кабаков, еще блистательный пассаж, и я понял, что ему гораздо выгоднее... Знаешь, да? Подчиниться, чем доказывать свое право не мыть полы. Да. Это форма высокомерия. Тонкая форма высокомерия и гордыни. Да? То есть он как бы говорит, не буду я с тобой спорить, глупая баба, помою я твои полы. Ну, так вот, я, собственно, к этому всех призываю. Друзья. У него пусто. Как у него пусто? У него пусто. Он себя неправильно ведет. Он у него чайник. Да. Друзья мои, прекрасен наш союз. Советский соцсетский республик. Он как... Он как... Не знаю твоя песня. Моя песня. Это Пушкин. Он как... Неразделимый тесен. Что это такое? Да. Неразделимый тесен. Друзья мои, блатных не надо песен. Так вот, я что хочу сказать. Будьте здоровы. Свято верьте в то, что от нажатия вами красной кнопки изменяется национальность, форма живота и паспортные данные президента страны. Это вера спасет вас от депрессии и будет способствовать состоянию мира в вашей душе. Бейте хейфицы. Друзья. Бейте хейфицы. Всего доброго. Иsm kanske. Получался более логика. Субтитры создавал DimaTorzok